Вы видите, я снова в маске. Это же ваша традиция. Да, это, к сожалению, это моя традиция. Я бы очень хотел, мне надоело в маске ходить, я скажу откровенно. Но я хожу в ней, потому что сегодня, год спустя после пандемии, когда мы видели, как люди умирают в Италии, Испании, Франции, Великобритании, у нас никто не умирал, слава Богу. У нас было в день 120-130 больных, а там уже были тысячи и были погибшие, много погибших. Не успевали хоронить там, где была большая концентрация и густонаселенные пункты. Но, правда, в Италии потом оказалось, что средняя смертность 86,5 лет. Средний показатель смертности, конечно, это плохо, что люди умирают. И мы были из 222 стран мира, показатели 186, по-моему, а сегодня мы 17. То есть в то время, когда другие страны преодолели основной барьер, когда у них провакцинировалось 30-40 и более процентов населения, у нас 2,5, даже меньше, 2,2, 2,3 с натяжкой. И даже то, что вчера этот доктор, который, Украина в ужасе, после вчерашнего назначения, Лешка, человек, который при трех министрах завалил эту работу, он отвечал, он сначала в 2015 году уничтожил систему эпидемиологического контроля, он за это отвечал, он был в комиссии. Так полностью провалил, ровно год назад пугал украинцев, не ходите в парки, а потом сказал, это было для психологического эффекта, когда все говорили, что надо ходить в парки, надо дышать, соблюдая при этом дистанцию. И, к сожалению, вот это и есть результат. Но справедливости ради. Когда голосовали, в том числе, и, как Наталья правильно сказала, во втором туре и я, в первом туре я голосовал за Бойко Юрия Анатольевича, вместе с Натальей, пандемии не было. Поэтому, ну, как бы, нечего ему. Он не обещал побороть коронавирус, когда избирался президентом. Но вот я внимательно смотрю эти топ-10 побед, но это, честно говоря, это явка с повинной. Мы сначала подумали, что это какой-то фейк. Но если вы так себя оцениваете, то это явка с повинной. Запуск Великого Будемыста, но это еще будет запуск большой коррупции. Очень большой коррупции. И это будет последний скандал, который в итоге вас накроет и похоронит. Я бы не хотел, чтобы этого было, потому что я разочаровываюсь в вашей команде, так же, как и вся Украина. Мы бы нашли, чем заняться. Слава Богу, у нас есть кусок жизни за спиной. Мы действительно верили, поверили, что вы принесете что-то новое. Прожиточный минимум до 2189 гривен, а при этом минимальная пенсия 1769 гривен. Никогда прожиточный минимум, минимальная пенсия у нас не было меньше прожиточного минимума. Что же вы делаете? И даже этот прожиточный минимум на 50% меньше, чем был в 2013 году, когда за этот сектор отвечала в том числе и Наталья Юрьевна. Стар диджитализации. На холодильник это сильно повлияло. В квартирах стало теплее, а холодильники стали вкуснее и дешевле, самое главное. Стоп выводы не в кости в офшоры. Но это вызывает смех. Это смеются все, кто это читает. Легализация азартных игр. Да, вот это вы сделали. На уши в условиях пандемии поставили всю Верховную Раду. Голосовали несколько месяцев, чтобы только ввести казино. И еще мы расскажем рано или поздно, кто за этим всем стоял, кто это лоббировал, и что кто за это получил. Скажите мне, люди стали богаче, потому что начали работать в Украине казино? От этого поднялось было состояние людей? В открытии рынка земли, вы себе не представляете, какой ящик Пандоры вы открыли. И уже есть первые последствия. Людей еще до 1 июля уже начали грабить. Народовладия через референдум. Наталья Юрьевна чудесно охарактеризовала эту вашу инициативу. Попробуй собери этот референдум. Но под нашим давлением хоть какой-то закон был принят. Ипотека под 10, под 7, это кредиты 5, 7, 9. А курефинансирование подняли в Национальный банк. При этом вы поднимаете ставку референдумирования. А чтобы получить этот кредит, это надо год собирать бумаги. И получили их там мизерное количество людей. За децентрализацию и диверсию, это вообще не понимают, что это такое. Ну просто, я даже это перевести не могу, ни на какой язык. Украина у клуба с шестой наиболееших партнерами НАТО в Суити. Ну в клубе 95-го квартала это я понимаю. А что такое в клубе с шести стран близких к НАТО? Ну уважайте себя. Уважайте себя, потому что в НАТО нас никто не видит в ближайшие 30 лет. И они откровенно об этом говорят. При этом тарифы поднялись в гривневом эквиваленте. Ну правда при вас, это корректно будет говорить. Ну полтора-два раза. Потому что остальное поднятие было раньше. Я пытаюсь найти реальный позитив и с большим трудом нашел. Вернулись моряки. Это то, что Петя устроил нам вот эту провокацию в Керченском проливе. Вернули. Да, это были прямые переговоры, они дали результат. Парижский саммик. Это был успех. Парижский саммик, это был реальный успех. И тогда рейтинг Зеленского. Не 73%, когда голосовали против Порошенко. А прямой президентский рейтинг. Мы от этого были очень удовлетворены. 71%. Сегодня, если я не ошибаюсь, 24% или 25%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...